привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его авторы ведущий олег сегодня я хочу вам представить лучшую игрушку для моего пса акбара именно почему я решил рассказать вам об этой игрушки не для того чтобы сделать рекламу этой этому продукту достаточно качественно достаточно хорошему а именно как всегда приходит очень много писем и люди спрашивают что вот у меня собака значит как бы она и и и не пищевик и и на игрушку она там на палку на какую-то не ведется на перетяжку на какую-то не ведется и вот здесь вот вот идет я начинаю объяснять каждому индивидуальный для того чтобы каждому индивидуально не объяснять я решил сразу снять ролик для того чтобы все эти вопросы в купе как бы ответить на них на смотрите ситуация такая для того чтобы собака была заинтересована нужно чтобы она очень хотела эту игрушку то есть и поэтому вам нужно экспериментировать то есть если у вас не идет какая-то вот такая веревочная игрушка если у вас апортировочный предмет виде палки какой-то не идет если мячики какие-то не идут попробуйте может быть пуллер какой-то пойдет может быть калачик вот такой какой-то пойдет потому что игрушка должна быть желанная то есть помимо того что вы должны выкладываться на все сто процентов то есть что для этого нужно делать то есть это не стоять на месте быть живым да то есть для того чтобы собака была заинтересована в игре убегать постоянно от собаки то есть опять же правило правильной игры заключается в том чтобы не вы бегали за собакой она от вас убегал да потом у нас все всевозможные проблемы возникают там вы зовете собаку по команде ко мне она к вам не подходит да а если вы будете правильно играть уже изначально щенком то есть он за вами будет бегать и вы один из способов вы собаки говорите своей камни да собака к вам не подходит а перед этим вы правильно с ней играли вы начинаете удаляться да у нее в голове значит кайфовое состояние что она вас догоняла и вы начинали с ней играть в перетяжку в эту или еще что то 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 обязательно собака к вам подбежит то есть правильная игра плюс по перебор игрушек вот моему кобелю сейчас на данный момент ему 6 лет вот ноябре месяце исполнилось шесть лет о чем это говорит говорит о том что я сейчас даже не останавливаюсь на подборе игрушек то есть вот мы пробовали с ним палочки всевозможные там да он играет с ними все хорошо потом мы переключились на веревочные то есть вот зубком хорошо собаки дам бросаю я эту веревку кайфово она бежит за не то есть прикольно тоже хорошо но сейчас вот 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 мы остановились вот на таком публике то есть он является одновременно как бы и перетяжкой и исполнен он из такого качественного материала там какой-то на на материал что-то в среднее между пластиком пенопластом там пенка какая-то в общем он не грызется не рвется не тянется вот смотрите я когда ездил на аттестацию в хакасию да со своей служебной собакой там приобрел вот такие вот игрушки не буду называть фирму для того чтобы не делать рекламу значит как бы этой мушке чтобы не подумали вы что я вам тут рекламирую что-то ну просто реально качественный товар такой с качественного материала и причем когда я его бросаю да то есть он тын 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 катится начинает короче подпрыгивать и тем самым как бы собака она еще более заинтересован для того чтобы загнать потому что по сути по своей собаки они являются охотники да то есть привык догонять что-то вот у него на генетическом уровне это уже все находится и здесь вот вот он как бы прыгает как живой и собака его очень сильно хочет догнать это вот единственная игрушка до который акбар заносит в квартиру то есть когда мы идем домой вот такие палочки то всякие разные были он возле квартиры кладет и заходит да это он вообще с глаз не выпускает то есть и причем вот видите как бы цвет этой игрушки вот такой достаточно яркий если вы бросили где-то в кусты его то естественно вы ему найдете гораздо проще нежели вот такой вот темный предмет потом он как вам сказать чисто в гигиенических санитарных цене достаточно просто его помыть вставлять собака зубами берет это слюни там грязь так далее пошел его под кран сунул все чистенько хорошо опрятно и перетяжку мы вот уже тягали тягали я уже и пробовал его и рвать я достаточно сильный человек ничего мне из этого не получается то есть суть моего ролика заключается в том что не не останавливайтесь на какой-то игрушки если не вы можете заинтересовать собаку у вас поведение хорошее вы правильно играете то есть правильно не стоите на месте еще раз повторюсь двигаетесь постоянно и собака как бы не заинтересована вполне возможно что ей не подходит именно эта игрушка которую вы пытаетесь ей случить и всем сразу же я хочу сказать если вы любите своих собак любите заботитесь они считаете что все-таки это полноценные члены вашей стаи ваше общество полноценные члены вашей семьи не надо вот подбирать на улице всевозможные палочки там там тряпочки так далее пойдете купите в зоомагазин своей собаке игрушку это один из методов воздействия на вашего животного то есть игрушка принадлежит вам именно эта качественная игрушка находится в ваших руках ведь вы когда выходите на улицу собака может если вы научили играть палочками то она без вас она найдет эту палочку и без вас вы не нужны будет ей в игре а здесь центр внимания находится у вас потому что вы выслись вышли с любимой игрушки для животного и как бы она самостоятельно не может найти эту игрушку она естественно будет обращаться к вам как владельцу этой игрушки то есть это один из дополнительных способов воздействия на свое животное причем вот этот вот пластик и опять же за это к этой игрушечке вернусь он сделан ответил его кусать приятного мягкий такой хороший то есть чисто собака кайфуй когда она грызет рычит и так далее то есть подбирайте игрушки заслужите доверие заслужите уважение и у вас все получится с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег спасибо беру